йоу привет братишка моя сестренка и все остальные на видео заходящие даете шуморы и добро пожаловать в dark and darker тьма и еще темнее и сегодня братишка моя сестренка мы с тобой займемся новым контентом знаешь совсем недавно у нас вышло обновление в dark and darker появился сезон лидер борт и все прочее и сегодня я тебе расскажу что это такое а значит а у нас есть обычные подземелья которые мы ходим здесь мы ходим в одиночку в эти подземелья вы здесь можно ходить с друзьями либо также ходить соло но ты будешь играть против патчик игроков также у нас появились хайл хайл роллер подземелье точнее вот например а новое подземелье которое вы гоблин кейс соответственно как в котором ты можешь оформить больше золота но для входа тебе требуется 50 золота враги здесь все элитные они красного цвета либо еще элитнее это темные да будем называть их я не знаю эпическими какими-нибудь даймя там я не знаю мифе мифик не знаю как их назвать но в общем легендарными какими-то до легендарные вот враги есть они темного цвета темнее чем а красные они вообще без красного оттенка такие темные темные так вот сюда нужно ходить более-менее одетым потому что могут тебя могут ваншотнуть игроки здесь играют соответственно аккуратно здесь задача вынести лут потому что лут здесь повышенный и сегодня я хотел бы поиграть на своем роге в этом подземелье по выходить как говорится и по получать от этого удовольствие если тебе нравится dark and darker на канале братишки не забывай подписываться на канал поставить лайк подписаться на мой телеграм потому что эта игра мне нравится я в нее про хочу планировать играть поэтому если ты соответственно будешь мне ставить лайки писать об этом я буду ее выпускать на канал играть и в нее в любом случае буду ну а так я еще и буду ее выпускать на канал если она тебе нравится на канале поэтому сегодня поиграем с тобой на хай роллах да и попробуем повыносить лута задача наша скрыться с лутом поехали поехали мы чё ребята вот она вот она хай роллер ребята значит удивительные особенности хай роллера повышенный дроп сложные мобы и совсем другая карта в отличие от нормального подземелья где ты ходишь в одиночку да то есть задача здесь собрать как можно больше предметов и вылезти в первую очередь да можно конечно припиздюлить других игроков но на самом деле я для себя ставлю цели повыносить отсюда лут то есть чтобы одеть персонажей чтобы быть сильнее как бы красивее и так далее одеты сейчас не топовым одеты сейчас достаточно средненько поэтому ну как среди средник меньше среднего даже такой оси хуйню нацепил что было и пошли сюда наш задача выносить будь он пожалуйста синий предмет что за нахуй прошу прощения господи я наступил на пласти я карты не знаю прошу прощения я наступил на пластинку а там хуй вылетел с топором а это это очень сложный парень это непростой поэт непростой парень простой парень тогда пробуем шрайн чё заюзать нормально пацаны нормально до вечеринка давайте давайте вот и все вот и закончился мой хайролл 50 долларов ход долларов рублей и нахуй доллары замечательно начало хорошее начало положено ага тут зомбарь припиздюлим зомба мне это все не нравится так хорошо все нормально все в порядке всем порядке следим за ситуацией следим за тем что происходит аккуратненько аккуратненько работать с этими ребятами церемониться нельзя попиздец здесь много не получится все мобы красные элитные да то есть это те не просто как бы там как говорится кого-то за ляшку на самом деле серьезная серьезная боевая здесь ситуация надо постоянно следить за спиной потому что рога может подойти еще кто-то подойти постоянно слушать постоянно действовать вот здесь можно вынести эпический мифический и так далее как я понимаю здесь есть темные и мрачные и меня и глубины но мы эту карту будем обследовать особенно если ты мне лайки ставишь как говорится отец говорит я хочу лайки есть как говорится сдай мне dark and dark и я это делаю братик мне эта игра безумно нравится заходит я в нее играю получаю удовольствие сейчас надеюсь ты тоже получаешь удовольствие от моих видео потому что я стараюсь для тебя как ты знаешь как старался так и стараюсь поэтому не забывай подписываться лайки ставить вы не какая-то на самом деле я в нормальных данжах соло больше проношу за это время как бы что то есть но что то нет значит сидим ждем нужно слушать не забывай что вокруг другие игроки kill фида здесь еще удивительная особенность kill фида это в правом углу у тебя пишется кто кого убил появился ли портал в этих подземельях нет на хай роллерах ты не увидишь сколько человек откисла а ты не увидишь сколько порталов сейчас в данный момент поставлена и так далее также нету таймера игры есть одна шкала справа над миникартой до красная эта шкала тебе показывает а сколько времени еще остается играть поэтому таким образом ты можешь устроить себе грубо говоря тайм-менеджмент до соответственно рассчитывать на какое-то время прибыл пребывание в определенные локации в определенном месте но я всегда стараюсь держаться круга то есть и тебе советую держаться круга чтобы потом не было ситуации что тебе придется через меня или через каких-то мобов а соответственно в этот круг проходить вот это время можно было бы потратить пока я сейчас лечусь соответственно себе взял больше хилок например можно было бы потратить на лутание но так как я жадина говядина вонючий огурец я решила купить 50 соответственно входа и не умереть как говорится да попробуем не умереть конечно и залутать то что залутаю так как и дан сейчас мы изучаем вот для меня это будет оптимальным явлением я думаю решением смотри красненький красненький мальчик красненький прекрасненький и такой и такой красивый я никого больше не слышу на самом деле можно можно подлутываться работа вот эти ребята очень быстро кидают и сука из-за угла кидают подходим отходим работаем чисто по и бледенки adventure urbuts но полная херня если что это я возьму клей то я как будто музыкант понимаешь на барда все падает бард это персонаж который бафает очень хорошо который играет музыку тем самым может пробовать команду очень сильно как бар бар так и крелик это очень сильные саппорты в игре вот но барда в случае барда это музыкальные инструменты как говорится да посидим здесь передохнем я никого не слышу абсолютно движухи нет возможно все откисли это может происходить очень быстро а игрок может пиздануть игрока в одном будет столкновении особенно если например играет рога там барлок и так далее где есть дотки рога вешает поясом дотку а кровотечение вот и соответственно ты можешь потыкать тебя уже убьют и челик потом затечет если у него нет юки портал есть на меня сагрись похуй выдержу выдержу все братишка прокатим еще сейчас было очень много людей в лобби не это не нравится но они могут распиздюлить друг друга либо просто бегать узнаешь вариантов ну как бы есть количество определенное все может произойти поэтому лутаемся это место мы уже знаем здесь главное не вставать на плиту на платформу ночью это за дроп я не понимаю типа отчета мне не нравится по дропу здесь хай роллы именно соло бля очень плохо то что я попал сделал два пропуска сделал это пиздец ребята это файлова но по идее она не должна должен был я просто не такой быстрый видимо рассчитывал что я буду быстрее бегать гир у меня не очень на самом деле поэтому тема такая слышу челика посидим здесь отелик с мечом скорее всего fighter бьет бочки мне еще многие спрашивали шим отчеты бочки не разбиваешь рога и бочки не разбить вот и для этого нужен меч и по фальшионах либо брать с собой меч другой я не уверен в моем случае с рапирой я буду тыкаться просто стоять всю бочку блять всю катку а вот чаши и посуду глиняную мы с тобой легко разбиваем челик там работает для на его придется пиздец скорее всего этого челика придется дрючить хилок я взял с собой немного по бабкам в принципе чё то есть вот это вот в принципе то что у меня сейчас лежит это окупает только вход без хилок а вот здесь стоит 50 монет напоминаю дамы и господа входе кто не дешевый я чел за дверью мышки согрелись не хочу иди сюда ой как ты пропустил как я пропустил так родненький сейчас на захилочки этот баф не нам не нужен отходим 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 на нем мышка переагрена и сюда родной ты проебався господи зачем спиной то поворачиваться туда где рога ушел родненький брать родненький мой родимый какую он ошибку совершил прикинь от мышки до на него мало хп уже было он там определенное количество захилил у файтеров есть одна обилка вот он ее активирует ее можно активировать раз закатывать и этот чел решил ее сейчас потратить но он не был одет на самом деле такой на бича пошел 50 монет отдал решил посмотреть что такое хару хай роллер и получил пиздюлей думал сейчас за бабками скажу охуительно класс классная ситуация ребята отагрили лучника слушай но я я в очень плачевной ситуации братишка вот тебе и жопа отсюда выйти шансов мало на самом деле только если ты умеешь думать как говорится да поэтому не так много игроков в принципе играет но и не у всех по 50 монет есть отдать запад но мне надо где-то отсиживаться я даже не полутаюсь особо на всякий случай протекшн подку потому что при пиздюлить могут легко будем как говорится надеяться и верить сейчас отхилим определенное количество хп вообще сюда нужно брать большое количество банок чтобы вот так вот такой ситуации не оказаться от меня банки кончились я решил пожадничать типа не стоит экономить ну плачешь ты 50 рассчитывая на то что еще там полтинник у тебя уйдет на хилочки всякие прочее ты желательно взять empire наверное да он сюда не пойдет он там пиздится где-то снизу либо сверху желательно брать campfire накатку можно еще если у тебя есть медицинский набор это search on kit который сразу тебе выхиливает все ну как бы не не жалеть особенно если ты хорошо одет если ты играешь например такими персонажами как файтеры до которые реально очень сильные когда одеты и становятся чё еще в соло здесь варвары ходят но файтером я считаю вообще пиздаты то есть если ты банок я с собой взял протекшена всяких и лак и так далее плюс тебя щит стальные доспехи тебя особо сильно так не пробивают ты будешь медленно ходить но зато все бочки разбивать и так далее рога это достаточно сквиши класс сквиши это значит что мне пол ебала сносит любая хуйня то есть подойду я к файтеру например если у него мощный фальширон а я не одет например да даже если я одет он может мне все лицо просто вынести если в голову попадет например и но рога компенсирует от своей мобильностью то есть своя его живучесть у персонажа компенсируется мобильностью то есть там ты можешь закрутить персонажа в спинку надавать там наебать как ты такой mind games чисто да но опять же был сбалансированный класса прога вот если бы уроке не было двойного прыжка это был бы пиздец мы сидим ждем я хочу вынести я хочу выйти у меня нет хилок я не могу финальный замес не с кем произвести один протекшен остался это печально если честно по моему на катке остался один два чела один точно есть он возможно будет фармиться здесь до финалы и портальчик рядом спасибо птица сейчас аккуратненько птица меня не видит заебись за ебцом ребята пожадничаем хуйня ну что это за хай роллы ребята что это за хай роллы да ладно ну что еще прокатим мы прокатим с пацанами охуенно заебись так ладно смотрим у нас другой спаун у нас другой спаун братики давай смотри чем и здесь чтобы сделать мы шуля от них очень важно уворачиваться это можно сделать легко в принципе на этом спатье я не был я ищу карту изучаю как бы ну по 50 за вход платить как бы понимаешь ботиночки не знаю продам я это или нет мне кажется нихуя такие культист бутсы не продам их вообще не покупают принципе ага на железе челик ходит игрулька еще чел топает не кто такой дает совет и говорит чем без ботинок бегать говорит тебя не слышно будет без ботинок бегать здесь вообще не стоит потому что без ботинок слышны шлепки такие шлеп 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 как будто ты в своей девушке и соответственно это не стоит того ботинки дают те скорость особенно рога мобильный поэтому шлеп и шлеп они всегда слышно нет такого что тебя не услышит я всегда слышу понимаю если игрок рядом или нет пичка на мне в агре опасная ситуация не подконтрольная мне вот так как мы роги мы можем компенсировать охуенно летайте меня все и спичек к тачке кстати падают амулеты часто и прочие разные лантерн можно будет продать других игру ли не чувствую сейчас вокруг себя сейчас нужно осмотреть ситуацию чем и здесь делаем обязательно нужно развивать все вазы не хватает подсветки предметом на самом деле когда они из вас выпадают я бы добавил какие-то подсветки чтобы было интереснее это все производить утонет сгорели подошли мобцы нихуя не здесь сгорают тупо можно их лутать приходить сюда пока тишина я думаю сейчас этот круг будем лутать посмотрим куда сойдется зона здесь офигенные мансы можно делать мне кажется в этой локации здесь огонек можно подъебнуть кого-то на огоньке задержать например в пойти слушай много моментов на самом деле в игре я если честно от нее кайфуем одежда у меня бичовская поэтому на чем зашли на том зашли ребята топают мопцы полуту мало полуту мало это я вряд ли все продам баб дюре щен бонус это полная хуй то сейчас отхилим ся и подглутаемся верня есть сундуки класс хорошо ходить сюда желательно очень одетым но опять же если ты в бабках себя не ограничиваешь ну чтобы не париться еще 50 за вход отдаешь слушай офигенно и тут еще есть лифт подъемничек подъемничек можно использовать чтобы съестись отсюда например для мне кажется здесь нам нужно подсидеть кого-то если кто-то будет двигаться мне кажется крысиный гейминг здесь вообще сыграет я никого вообще не слышу я не знаю где игроки они видимо немножко в другой локации пока сидим ждем отыгрываем по краю зоны мой приоритет вообще на хай роллах это постоянно выходить это моя самая основная и главная задача то есть я для себя пока такой метод выявил то есть чем аккуратнее и эффективнее мы играем тем больше мы экономим денег которые тратим соответственно на вход это логично да то есть как бы хай роллах ты приходишь лутать ну и плюс есть еще система рейтинга там на выходы на убийство на еще прочее то есть новым я пока для себя вижу вариацию как можно чаще выходить и забирать отсюда у нас отличный прок по зоне бежит обязательно нельзя подставляться под могут любое количество хп это трата хила там смотки лежат слушаем работаем где-то может сидеть маленькая рога понимаешь затем ним пространство здесь легко может вылезти портал кстати говоря ребята если мы находимся вот в такой ситуации примерно середины зоны моем районе легко может встать портал и в моем районе встают портал это в моем районе портал и уходим вот такая ситуация подожди давай посмотрим кто есть два файтера остались два файтера ребята охуеть мил да сколько собак взял чел на тебе просто пощечину и заказать как они фальшонами как как по щеке бьют поймешь такой хлопочек он файтер с арбалетом и я обоих еще остались обилки на захилку то есть для боевого столкновения эти ребята заюзают эту обилку ну то есть оба человека играют принципе за файтеры и знают свой класс вот как я такого вырежу я такого вырежу на своем роге это невозможно возможно конечно размансить там ядом забить прыгать бегать но он отопьется отожрется плюс обилки прожмет забилку можно развести я убеду на иксе но напротив таких ребят роге это только сзади в спину под мобами и так далее ну по разбойнический в принципе как и есть реализация класса так он не а плюху как отвесит на хуя просто звуки тоже понимать у есть у него ничего нет он только с собой бинты и банки взял боже мой хорошо одет ой ебать у него вот эта медицинка который фул хп тебе восстанавливает ебать чел просто лишь бы вылечиться понял поэтому ребята не экономьте на хилах бинтах и банках потому что скалопендрис прикинь нормально нормально он ее порядок и удары нанести не может охуеть охуеть она один раз охуеть он просто ее затыкал не заметил охуел агилка поэтому быстро очень бьет прикинь на агилите одет челик ебать этот уже под бафом ищет портал а он отмовок убегает нахуй ты забрал нахуй ты в тупик зашел брат ты зачем в тупик себя загнал видишь как этот медленно бьет агилки нету стринжи 19 что ты делаешь ты гоняешь ладно это он прибавился вот так вот все ребята погнали еще одну закрепительную как говорится закрепим это вызвание лишь какие выводы можно сделать полуту здесь хотелось бы побольше на самом деле но выпасть может рандомно то есть смотри какая логика как я понимаю разработчик то есть ты 50 голды входа если выживаешь сто процентов окупаешь да то есть ты окупаешь на те самые бабки которые ты внес в любом случае ты их вынесешь мне кажется это надо вообще ничего не лутать абсолютно не бить ничего не 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 за ним он пожалуйста и не ожерелье уже по моему тридцатка я не знаю ну то есть ты фактически когда сюда заходишь ты если вылезешь отсюда ты окупаешь это все дело другой момент момент рандома то есть естественно всякий epic и прочие шмотки хорошие может выпасть тебе а только тогда когда ты благополучный парень то есть кого-то припиздюлил может быть да может быть кого-то нашел тело там кто-то вынес за тебя и либо тебе повезло в сундуке и так далее то есть шанс на это не такой уж большой на самом деле я рассчитывал и ожидал что шанс будет прям огромный но третий момент который мне здесь нравится эта система рейтинга то есть те кто играет много а именно задроты которые писью не моют как говорится садятся за компьютер с утра и до поздней ночи и будет в эту игру как говорится шимбенит вот они здесь будут в топах естественно да чем больше ты инвестируешь времени тем выше ты в рейтинге это логично до рейтинг это инвестиция твоего времени конечно же навыки игры но если ты много в игру играешь что навыки игры они у тебя должны расти это очень хуёво если ты много в игру играешь и у тебя навыки игры не растут значит это неправильно ты это называется скилл это называется в принципе опыт то есть больше играешь больше опыта получаешь умнее становишься интереснее играешь и так далее то есть так любой игре происходит абсолютно так вот эти ребятки мне не очень нравится хорошая комната для зачистки на самом деле птица летит успеет ебануть успел вот эти а это мой маленький это комарик комарик травит ядом тоже надо быть осторожным если вдруг играешь комарик он травит ядом поэтому не стоит проходить к нему близко ласкала меня кишка из глаз летели искры она была там там агр там челик выходил в комнату либо челик есть в комнате телек есть в комнате вон он на выходе стоит сыться сыкло так нужно блядь рискую сейчас моб меня зажмёт 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 не зажал медный здесь мобы очень сильные поэтому все зависит от своих манёвров на ли ты здесь что хочешь чё ты там чё ты там блять огненный топор давай догони меня блять пиздю лицо он хочет и конечно блять переагреваем на него чтобы он ушел из комнаты когда рога входит стелс если на тебя определенное количество мобов а то соответственно мы бы тебя слезают и идут на ближайшего противника которого видят в зоне то есть это тоже важно знать я хуяные механики в игре на самом деле за все классы абсолютно я потом поиграю тебе за все классы я просто сейчас хочу замастерить рогу в плане научиться им играть так чтобы блять прямо прямо блять чтобы прям блять понимать очень хорошо научиться играть за робот для этого нужно опять же инвестировать время играть лучше за один класс пока потом можно и поиграть за разные другие посмотреть прочувствовать вообще лучше в этой игре играть за абсолютно все классы поиграть просто по одной простой причине ты будешь знать их обилки их возможности вот здесь их благо не так много это не world of warcraft где тебе нужно изучать там огромное количество бафов дебафов и так далее знаете здесь главное знать визуалки как выглядят не так много в принципе у барда большое количество различных фишек вот но тем не менее ты видишь визуально блять темный моб если ты видишь визуально если ты видишь визуально что вот кто-то произвел какую-то обилочку ты соответственно на это реагируешь да то есть вот моментов таких вот очень много еще многие ребята спрашивают под видео я заметил до сих пор вопросы я вроде бы отвечал видимо комментарии не читают сидят как купить игру игра продается только на официальном сайте darkanddarker точка ком вот а и там ты можешь купить ее без проблем ни в каких стимах пока ее нет возможно будет пока и у игры свой официальный лаунчер но это знаешь как истории с escape from tarkov свой лаунчер свои сервера как бы и соответственно игра работает в этом направлении но в спит ну блять бегающий молот как бы достаточно быстрый между прочим это бегающий молот крушитель ёбил я люблю когда морковка в стойле не больше внимания панического вы пиздец молодые мои гоблины дайте я вас сейчас расцелую бандаж хорошие заюзы нахуй еще нужен барбарин где-то пиздится я короче уйти хочу молот попробовать загнать но он недорогой наверное конечно же блять от сука махнул я думал не достали портальчик топает топает маленький видит меня зайчик мы что думаешь блять пробу достанешь что ли подненькие блять надо ждать здесь портала короче за мной хочет пойти прикинь охуел челищик за мной хочет прикинь блять ровный понял ловушка был неправ ситуация хуёвая но будем выбираться хорошо не идут мне на вас не идут смотри к нам блять пытаются обход обходы обходными путями мансить спичина спичина из подноса ребятки все ушли мне нужен мой портал ты значит не ленись ставить лайки то на dark and darker я играю в нее поэтому с удовольствием для тебя буду снимать если тебе это интересно поэтому чтобы я видел надо нажать лайк как бы подписаться на канал естественно прожать колокольчик подписаться на телеграм и и увижу что тебе нравится dark and darker я заберу его брат не успеешь он подойдет пукнет смотри так всем пока в с с с с с с с с